Доброго вечера, мы из Украины. Именно так я хотел каждый божий день начать свое видео на протяжении этих уже больше ста дней. Сто страшных дней. Не выходил я в эфир три с половиной месяца и не выходил бы, наверное. Но меня вдохновили сегодня посмотрел Сережу Сурового увидел. В Технополе он давал интервью. Борисовича посмотрел, Чичоту тоже смотрю. Вылазивают по чуть-чуть фермера. Василий фермер. Фермер Бессарабии, Женя на связи. Сергей Бодя с Арцидского района. Ребята, смотрю, постоянно ролики какие-то снимают, что-то рассказывают. Агроимпорт. Агроимпорт. Красавчик. Руслан Нерода. Я восхищаюсь этим агроблогером, потому что с 24 февраля каждый божий день Руслан снимает в Телеграм видео. Короткие. Руслан монтирует видео. Руслан вебинары всякие, прямые эфиры. Ну, что я могу сказать? Руслан, ты красавчик. Я тебя действительно... Я как-то раньше не особо смотрел твой канал, а вот это с 24 февраля стал практически залипать постоянно и смотреть твои ролики. Молодец. Настоящий патриот. Уважение. Ну, чисто такое. Красавчик. Так легко ведет. Так легко все рассказывает. Везде все плохо. Смотришь, везде все плохо. А человек работает, делает свое дело. Помогает людям. Ну, молодец, в общем. У нас тоже ситуация не особо файная в том плане, что... Ну, вы видели. Кто смотрел Фермера Бессарабии, Женя показал четко, что на полях, где предшественник подсолнечник, там... Катастрофа. Урожая не будет. У нас такая же ситуация. У нас такая же плохая ситуация. Урожая не будет. Дай Бог взять урожайность в тону. Там, где у нас предшественник пшеница по пшенице, то там... Там будет до трех тонн. Две с половиной, может быть. И пшеница по гороху там у нас будет порядка три тонны. Может, три с плюсом. Сразу хочу сказать о том, что я сегодня не буду показывать никакие поля. Вообще, не было у меня морального состояния такого, чтобы я ходил там, что-то показывал, рассказывал. Ну, настолько все плохо. Приезжаешь домой, смотрю на жену, на сына, на дочку, на деток своих. Думаю, блин, это все классно. Все живы, здоровы, слава Богу. Такое. Хотя поначалу, когда сирена звучала, дочка с улицы бежала домой, ну, со слезами, с криком, истерически. Ну, ладно, не будем об этом. По урожайностям. А зима ячмень еще что-то сформирует. Я думаю, что сформирует что-то неплохое такое. Пшеница, конечно, колос сбросила. Подсолнечник стоит в стрессе. Везде идут осадки. У нас парадокс. Сегодня Шевченково, Килийская громада, говорят, ливень прошел. Татарбунары там, Сарата, тоже там больше 10 миллиметров выпало. У нас в Приморском Вилковская территориальная громада, Приморская, бывший Килийский район, сегодняшний Измаильский район, у нас выпало 3 миллиметра. Жаба давит, капец, чего у вас дождь идет, у нас не идет. Это такое, конечно. Дай бог, чтобы у кого-то был урожай. Затраты понесли. Чечета говорит о том, что он сеет 1 миллион пшеницы с минимальными затратами. В разные сроки посева 1 миллион. Пшеница стоит, конечно, у него зеленая, безостая там. У нас, конечно, мы сеем традиционные свои 4 миллиона и не отказываемся от этого. мы не переходим на прямые посевы, мы сеем, мы работаем по классике, осуждаете, не осуждаете, мы еще морально не созрели. Но понимаю, что с таким климатом в 20-м году, в 20-м году мы уже были уверены в том, что мы сеем, ну, в половину меньше там, будем сеять по-любому. Но осень, осень, получается, 20-го года была влажная, и в 21-м году мы взяли неплохой урожай. И что мы будем сеять меньше? Мы опять сеем свои традиционные 4 миллиона и в 22-м году, вот сейчас у нас весна, то есть мы осенью 21-го года посеяли 4 миллиона, зима нормальная, было немножко. 100 миллиметров мы получили, получили 100 миллиметров и по идее 100 миллиметров должны были сформировать нормальный урожай, нормальный. Но 10-го мая все сняло как рукой. С 10-го мая начались такие суховеи, солнце 30 градусов, 32, 28, ветер 16, 15, 17, он спалил абсолютно полностью флаговый лист, предфлаговый лист остался еще немножко живой, а флаговый лист полностью уничтожил. Пшеница по подсолнечнику, она у нас стоит желтая полностью, полностью стоит желтая пшеница. Я не жалуюсь, я просто как бы рассказываю, какая ситуация. По стерне и по горохам пшеница еще стоит такая, кали-вали, более-менее зелененькая, на солонцах, конечно, сгорела, уже у нас сегодня-завтра мы обкашиваем поля, делим поля, опахиваем поля, и так, теоретически, после троицы у нас уборка, а троица у нас двенадцатого, то тринадцатого, четырнадцатого июня, червня, у нас в агропрогрессе будет уборка ранней зерневой группы. Азимова ичменя, и затем пойдет пшеница. Ситуация по Бессарабии, я думаю, во всех плюс-минус одинаковая, может быть, что-то где-то с севера Одесской области. Мне звонил мой друг с Новоелезаветовки Ширяевского района, буквально неделю назад, говорит мне Саша Иванов, говорит о том, что у них три дня шли дожди. Меня опять жаба задавила, три дня дожди шли, у нас дожди нет. Не такое. Слава Богу, живы-здоровы. Я думаю, наверстаем. Сейчас готовимся к уборке. С сегодняшнего дня я начну чаще снимать видео, рассказывать вам о том, что у нас... Мы готовим сейчас комбайны. У нас два Нью-Холланда, один Акрос. Готовим комбайны, готовим прицепы. Подкормили кукурузу, обработали сою. Ведутся постоянные работы в овощеводстве, химзащита, прополки. Начали убирать озимый лук. Урожайность не радует, но цена радует, потому что цена на сегодняшний день озимый лук готовы покупать за наличку за 16 гривен. Отгрузок больших нету, но по пару тонн отгружаем так на расход. Мы столкнулись, как и все, с такими же проблемами, как куда деть урожай, цены попадали, перевозка. Ну, Руслан не рода, он постоянно там все это рассказывал, чечевицы, все моменты, отгрузки на Европу, туда-сюда. У нас тут недалеко масложир, все цены попадали, как и у вас во всех, я не буду к этому возвращаться, я просто хотел появиться в интернете, появиться на ютубе, сказать о том, что я жив, здоров, все нормально, мы работаем, три с половиной месяца меня не было, сейчас я начну более активно освещать то, что у нас творится. всем спасибо, все, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь на мой канал, смотрите ролики на моем канале. Мы возвращаемся на просторы интернета, все будет Украина, все будет доброе. Канал Бессарабия Аграрная жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!